Их встречали как героев. На Гавайях аплодировали участникам эксперимента, который целый год прожили в условиях, максимально приближенных к марсианским. Великолепная шестерка. Молодые ученые из разных стран сумели продержаться вместе 366 дней, выполнить все задания и не переругаться друг с другом. Ведь в это время они могли покидать свой модуль только на 15 минут в неделю. И то лишь в космическом скафандре. Немец, француз и 4 американца были ограничены в ресурсах. Вся еда была консервирована, в основном в рационе тунец и сыр, и тот порошковый. Место на Гавайях, где стоял модуль с участниками эксперимента, был выбран не случайно. Он достаточно далеко находится от городов и поселков. Наш проект – это пример международного сотрудничества. Университет Гавайев представлял базу для этого исследования. Поэтому для нас большая честь и радость приветствовать членов экспедиции, которые вернулись на Землю, на Гавайи, после года жизни на Марсе. Эксперимент на Гавайях стал вторым по продолжительности. Первое место за россиянами, участниками проекта Марс-500. Здесь цифра означает количество дней. Будут ли ученые России и США делиться результатами своих наблюдений, пока не сообщается. Кстати, и в нашей стране, и в Штатах ученые пошли дальше космонавтов. Ведь обычно миссия на МКС длится-то всего несколько месяцев, в два-три раза меньше. Не больше шести месяцев. Исследование имеет очень большое значение. Его результаты пригодятся тем, кто будет подбирать экипаж для полета на Марс. Будет понятно, как люди смогут работать в разных условиях, и кто из них больше пригоден для космических путешествий, колонизации и других важных задач. Полет на Марс и его колонизация в ближайшем будущем – это не фантастика. Я уверен, что все технологические и физиологические препятствия будут преодолены.